Девушки отдыхают Уже сейчас называют главным разочарованием 2013 года Итак, это обзор на Dead Space 3 Серию Dead Space для себя я открыл не так давно На самом деле я их начал проходить только перед выходом третьей части В первый Dead Space я начал играть, потому что он изначально позиционировал себя как хоррор Естественно, для меня он не являлся хоррором Буквально первый час враги вселяли какой-то страх Темная атмосфера действительно пугала И повсюду говнище, кровище Это было атмосферно, но не хоррор Нет, страх в этой игре просто исчез буквально через час игры Но атмосфера все-таки осталась Первый Dead Space можно было бы назвать проходной игрой Потому что там было много недочетов Откровенно слабый сюжет Очень дурацкие давали задания по ходу всей игры И не очень хорошая физика и все остальное Графика для 2008 уже была не так хороша Но тем не менее эта игра цепляла Цепляла как раз-таки своей атмосферой Безосходности от того, что ты был замурован на космической станции И это с одной стороны добавляло страху к тому, что тебе некуда бежать Но и с другой стороны это очень ограничивало свободу разработчиков То есть все задания заключались в том, чтобы мы бегали из одного отсека корабля в другой Естественно, так как это один корабль, то каждая локация была похожа на предыдущую И нередко нас вынуждали возвращаться в старые локации, на которых мы уже были И это на самом деле плохо для игры Для любой игры это плохо Возвращение в старые локации Но это не успевало, надо есть Потому что игра довольно короткая Проходилась за 7 часов За это время нам постепенно открывали новых монстров Давали новое оружие Позволяли решать какие-то различные головоломки К тому же, даже уже в первом Dead Space Была отлично реализована стрельба и расчлененка монстров Много крови Отрубание конечностей Это добавляло интерес к Dead Space Как к самому шутеру Естественно, о хорроре речи быть не может Потому что и в Fallout эти трупы расчленяются Но все-таки, как шутерная составляющая у Dead Space была и была очень неплохая Отстреливать монстров было действительно интересно и действительно не надоедало Тем более, что их было не такое большое количество на протяжении всей игры Периодические бои с боссами вносили разнообразие в геймплей И, как я уже сказал, игра не успела надоесть до того, как ты ее прошел Несмотря на то, что в ней был откровенно слабый сюжет Практически не было хороших путних заданий То, что все задания сводились к тому, что ты должен Починить что-то, потому что мы не можем сделать что-то другое Все задачи основывались на этом Айзек, иди почини нам мотор Потому что мы не можем отлететь от астероида Заодно зайдешь туда и починишь пушки Чтобы мы могли потом сбить эти астероиды И принеси еще мне заодно кофе У нас кофеварка сломалась, там она рядом находится Ты тоже забеги и почини И на этом основе все задания И это на самом деле довольно раздражало уже ближе к концу игры Потому что нам просто выдавали задания с бухты барахты Не пойми откуда, вроде бы мы уже все сделали Но вот какой-то локатор наебнулся И мы должны снова идти через весь корабль Чтобы починить эту маленькую херню Это, да, раздражало Но, как я уже сказал, игра не успевала надоесть Так что игра вышла, на мой взгляд, более чем хорошая С одной стороны проходняк С другой стороны она могла действительно понравиться людям Я отношусь к числу тех, кому она в принципе понравилась Но не то, чтобы сильно зацепила Как хоррор она для меня никогда не являлась Но это, в общем-то, и неплохо Сразу же после прохождения первой части Я начал проходить вторую И признаюсь, что вторая часть вызывала у меня Очень много положительных эмоций с самого начала Там очень сильно разнообразили уровни Геймплей остался примерно тот же Хотя они ввели несколько новых фишек Такие как взломы Плюс добавили нормальную работу кинезиса То, что врагов действительно хотелось убивать Тем, что под руку попадется Добавили много новых пушек Хотя и большинство из них, на мой взгляд, бесполезны Очень разнообразили уровни Практически не было ни разу момента Чтобы мы возвращались в одинаковую локацию В которой мы уже были Мы идем по сюжету вперед Да, игра больше похожа стала на Call of Duty По сравнению с первой частью Потому что мы продвигались вперед И не смотрели назад практически Игра предоставляла нам множество моментов Появились отличные, хорошо поставленные кат-сцены Которых не было в первой части Появилось больше персонажей Если в первой части было всего Два или три главных героя Помимо Айзека Там была женщина Был негр И это все, в общем-то Они всю игру разговаривали только друг с другом Больше у них не было никаких собеседников Поэтому наши даже решили озвучить эту игру Во второй же части появилось много персонажей Некоторые из них, конечно же, не запоминаются Но был сумасшедший кросс Была женщина Элли Была предательница Которая сначала помогала нам Потом подставила нас Это все Отличает выгодно игру От первой части Игра стала более современной К тому же Айзек сам по себе научился говорить В первой части он был немой герой Но для 2008 года это было Не в новинку, так сказать В 2010 вышла вторая часть И игра, я бы сказал, даже на две головы Опережала своего предшественника Абсолютно по всем пунктам Они исправили баги Они добавили разнообразие в геймплей В уровни В диалоги Игра стала более современной И, соответственно, Dead Space 2 Уже проходником я назвать не могу Я считаю, что это отличная полноценная игра И теперь мы плавно переходим К третьей части В третьей части даже старт игры Оказался неудачным Потому что Electronic Arts Оказались достаточно тупыми Чтобы выложить финальную версию игры Выложить просто в интернет Чтобы ее могли скачать Пиратчики Чтобы Reloaded Чтобы Skid Row Быстренько могли сделать Крэки на игру И чтобы те, кто не покупает И не собирается покупать эту игру Те, кто не делали предзаказов Могли начать играть на 3 дня раньше Естественно Electronic Arts не смогли Проконтролировать это И в итоге им пришлось выпускать игру На 3 дня раньше Не 7-го, а 4-го февраля По какой-то завышенной Заоблачной цене В 1200 рублей И в итоге Сейчас это уже является Наверное, самой дорогой игрой Которую вообще можно купить Она стоит 900 рублей Самая дешевая версия Для одного очень популярного сайта Где люди покупают ключи Это, наверное, самая дорогая игра Давайте же теперь посмотрим За что мы должны платить Эти 900 рублей С даты релиза Третья часть позиционировала себя Как кооперативная игра То бишь на двух игроков Айзек Кларк Джон Карвер Игра должна была построить На их взаимодействии И это действительно Было интересно Когда я посмотрел Я подумал Ну, действительно Ведь во второй части Айзек, можно сказать Излечился от проклятия Белисков Он потихоньку Пришел в норму Со временем Справился со своей девушкой И нашел новую девушку И в этом месте Должен был вступать В третьей части Джон Карвер Который должен был Ловить глюки В третьей части За место Айзека Если вы помните Вот, то вторая часть Была полна Всякими Интересными моментами Которые связаны С Айзеком И его девушкой Которая Немножко мертвая И немножко является Ему в видениях Но в конце Он Поборол Можно сказать Ее И я ожидал Увидеть такого же В третьей части С Джоном Карвером Чтобы Всю игру Он Был Сумасшедшим А Айзек был Более-менее Адекватным Сам по себе Персонаж Джон Карвер Не позиционировался В других играх Первых двух Он Насколько я знаю Был в каком-то комиксе Но мне неохота Читать комикс Чтобы понять сюжет Игры Поэтому Я поиграл Первую часть Я поиграл Вторую часть И я начал играть В третьей часть И Джон Карвер Абсолютно не проявил Себя в третьей части Он Его Характер Просто не раскрыли У него шрам на лице И это все Что мы знали изначально Потом Ближе к концу игры Есть кооперативная миссия Которую можно пройти Только в кооперативном режиме И В этой миссии Нам рассказали бы Историю Джона Карвера И эта миссия По своей структуре Локации Абсолютно напоминает Предыдущую кооперативную миссию Которая находится На этом же уровне То есть Даже текстуры Все Абсолютно все В этой миссии Повторяет Другую локацию Такого Такой халтуры Даже в первой части Они себе не позволяли Единственное отличие То что Джон Карвер Видел на снегу Игрушки Детские игрушки Которых не видел Айзек Кларк И это действительно Интересно Потому что Один игрок что-то видит Второй игрок это не видит На этом можно Построить неплохую историю Но На этом в общем-то Все и заканчивается Несколько предметов Которые видит Джон Карвер Те что не видит Айзек Кларк В одной миссии Больше на протяжении Глюки Джона Карвера Будут встречаться Нам два Максимум три раза Сопровождаемые Маленькими Десяти секундными Катсценами Где Айзек говорит Типа Эй куда ты смотришь А Джон Карвер отвечает Эй ну там же Мертвая девушка Неужели ты ее не видишь Нет я ее не вижу Чувак Пойдем Ну окей Пойдем И на этом в общем-то История Джона Карвера Заканчивается И это моя первая претензия К Третьей части Dead Space Нераскрытый Второй Главный Герой Айзека Кларка Мы знаем Он пережил На Ишимури В первой части Все это дерьмо Во второй части Он был психом И в третьей части Он Он просто он В третьей части Айзек Кларк Тоже не блещет Индивидуальностью Он Всю игру Ходит за бабой Убивает периодически Людей и монстров И в общем-то Спасает мир Больше Никаких Интересных Поворотов Как во второй части Это было Нету То есть Этот герой Несмотря на то Что он уже не немой Раскрывает себя Настолько же Сколько Айзек Раскрывал себя В первой части Когда он был Немой Следующая моя претензия К третьей части Космоса Относится К врагам Не потому что Сделали врагов Юнитологов То бишь людей Айзек Ларк Раньше не убивал Людей Теперь нам иногда Приходится Встречаться И вести Настоящую Перестрелку По обоих сторон Есть огнестрельное оружие И И все Это простые Болванщики Которые Ничуть не умнее Чем Боты Боты В Модерн Варфейере Во первых Во первых Они Они Очень сильно Прогнулись Вы знаете Что было В первой части После того Как они Сделали Детей Некроморфов С тремя щупальцами Которые похожи на черепашек Но у них детские лица На создателей игры Полетела Куча жалоб То что Вы что Дети Это святое Детей нельзя трогать На что они сказали Ну окей 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 И во второй части Сделали все В три раза Жестче Они добавили Настоящих детей Обращенных В некроморфов Маленькие Худые существа Которые встречались Нам в детском саду Или в школе Когда мы проходили Эти уровни И даже Добавили Младенцев Которые Похоже на личинку Подползали И взрывались Так ну ка Я вот сюда Вот хочу Например Нет Закрыто О Нихрена себе Новые малыши Без панцирей Без всего Интересно Эй Ты кто Малыш Смотрите Он прям как Личиночка Он Хочет любви И ласки Так бы и сказали Что это малыш Шахидов Че вы Ну и естественно Остались Враги дети Из первой части С тремя щупальцами За что Естественно Они Подверглись Еще большим Нападкам Чем Биовар Со своим Гомосексуализмом В масс эффекте И за это Надо сказать Лично я Уважал Разработчиков За то Что они Не боялись Людям Показать Насколько Это серьезная Игра Там написано Хоррор Там написано 18 плюс Так ожидайте От того Что это будет Жестко И для того Что это будет Не для детей И что же мы Видим в третьей части Разработчики Убрали Убрали Абсолютно Всех Детей Некроморфов Они добавили Каких-то Крыс Которые На самом деле Эти дети С тремя щупальцами Но теперь у них Морда крыс Это абсолютно Тот же самый Тип врага Но у него Другая Моделька Маленьких Худых Детей Они заменили На каких-то Жертв Освенсима Худые Люди Но уже Не дети Они умирают Как дети Они атакуют Толпами Как дети Но это Уже не дети И ребенка Личинку Они заменили На простую Личинку Монстра Который уже Не так похож На ребенка И в общем-то Ребенком Его назвать нельзя И все Ради чего Это Ради того Чтобы игра Больше продалась Но рейтинг игры Так и остался 18 плюс 18 плюс Был у первой У второй И остался У третьей части Так ради чего Все эти жертвы Чтобы адаптировать Игру Под большее Количество игроков Мол Нет Вы не убиваете Детей Вы убиваете Монстров И это Довольно сильно Опустило Компанию В моих глазах Потому что Они все-таки Прогнулись Под мнение Общественности Чтобы Естественно Чтобы срубить Побольше бабла Также Они сделали В игре Намного Меньше Крови По сравнению С предыдущими Частями В первой части Можно было Зайти в комнату Которая была Полностью Улита Кровью Во второй В третьей части Такого уже нет В третьей части Даже Враги Расчленяются Не так Как это было Не так эффектно Ты не чувствуешь Того что у них Отлетают Конечности Как это было В предыдущих Частях Даже в первой части Физика Тел Врагов Была лучше Чем в третьей Они опять же Сделали это Для того чтобы Расширить Аудиторию игры То есть игра Не такая жестокая Там не так уж и много Крови на самом деле Вот вы стреляете В монстров У них Отлетают Конечности Но вы не бойтесь У вас не будет Экран полностью Залит этим Кровью Дерьмом И всему подобному И это заметно Уже с первой миссии С пролога Где мы играем Еще не за Айзека Враги Просто Не так Зрелищно Я бы сказал Не так зрелищно Отрываются От них куски И ради чего Все это Я не понимаю Также в третью часть Добавили систему Крафта Оружия Что на мой взгляд С одной стороны Ненужная вещь С другой стороны Кто-то возможно Получит от этого удовольствие Лично я Тратил на это Минимум времени Просто ставил Какие-то модули На мой взгляд Если бы они Оставили Старую версию С силовыми узлами Это Ничем бы Не повредило игре Но с другой стороны Я понимаю То что они пытаются Опять же Подогнать Под большую аудиторию Любителей РПГ Так сказать И И применять схему Улучшения оружия В третий раз Для им Просто не хотелось Поэтому вместо силовых узлов Они ввели ресурсы Ввели ботов Которые их собирают И вместо магазина Где можно покупать оружие Они сделали Чертежи На которые нам нужно Собирать ресурсы И покупать это оружие С одной стороны Это Немного раздражало Потому что Приходилось Намного больше времени Тратить за верстаком С другой стороны Не так сильно Раздражало Чтобы прямо Возненавидеть Эту часть игры Для тех Кто не любит Все это Есть Заготовки Чертежей На которые вам Просто нужно Накопить ресурсы Вы накапливаете ресурсы Покупаете пушку Вы довольны Для кого-то Крафт этих пушек Будет Хорошей находкой В игре Для меня Это Просто Новая деталь Которая делает Игру Не хуже Не лучше Но вот Чего я не понимаю Так это Того Как разработчики Умудрились Испортить То Что они наладили Во второй части То есть Третья часть Имеет такие Проблемы Которые Испытывала Первая часть Но уже Не испытывала Вторая Эти проблемы Касаются Поведение Трупов Врагов Которые в первой части Могли где-то Застрять Шуметь Конвульсивно Дергаться Во второй части Практически Не было таких проблем Они Починили Физику Поведения Трупов И в третьей части Вновь У нас можно Бежать на тело И оно Отлетит От тебя На 20 метров Трупы Нередко Сваливаясь Друг на друга Начинают Конвульсивно Дергаться И Самое Главное Это то Что они Добавили Такое Огромное Количество Врагов То что Некоторые Из них Исчезают Прямо После убийства Трупа Не остается И это На самом деле Выглядит Довольно Скверно Также Непонятно Зачем Они вновь Вернулись В схему Возвращения От одной Точки К другой Хоть если Мы уже Были Там В первой Части Это было Понятно Мы находились На Одном Огромном Корабле Шимура Это был 2008 Год Это была Тестовая Игра Компании Во второй Части Уже Ничего Этого Нету Мы шли Мы видели Перед собой Новые Локации Новые Модели Все было Новое И в третьей Части Мы снова Возвращаемся К этой Точке Неужели Они решили То что Второй Части Не хватало Этого Того что Мы были Здесь уже Давайте-ка мы сходим На другой Конец Карты А теперь Снова Вернемся Туда Чтобы Нажать На одну Кнопку И теперь Снова Пойдем Обратно А потом Еще Возможно Мы Снова Вернемся Туда И это Не просто Слова Такая схема На самом деле Присутствует В этой Игре Мы Неоднократно Возвращаемся По два А то и по три Раза На В ту Локацию В которой Мы уже Были Неоднократно Пробегаем По коридорам По которым Мы уже Пробегали И более того Даже если Мы там Не пробегали То Эти коридоры Могут Выглядеть Так Как будто Мы уже Были Там Все лифты С одинаковыми Текстурами Все Коридоры С одинаковыми Стенами Как я уже Говорил Есть даже Побочные Миссии Две Миссии В одной Локации Можно взять Одна за Другой И там Будет Все Одинаково Одинаковое Расположение Лестницы Одинаковое Расположение Комнат Одинаковые Слова И текстуры На стене В двух Разных Миссиях И это На мой взгляд В игре 2013 года Совершенно Неприемлемо Такое Было В игре Dragon Age 2 И она В общем-то Провалилась Что можно Сказать О хоррор Составляющей Dead Space 3 Да ничего От хоррора Абсолютно Ничего Не осталось Только если Вы не боитесь Я не знаю Монстров Немножко Крови Расчлененку От атмосферы Хоррора Осталось Не осталось Ни следа В первой части Как правило На корабле Ишимура Враги Вылазили Из вентиляции Но не из всех Вентиляций А из Допустим Одной из пяти И когда ты шел И видел перед собой Вентиляцию Ты нацеливался На нее И проходил Мимо Аккуратно Поджидая Вылезет ли оттуда Враг или нет И он мог Оттуда вылезти Но мог и не вылезти И это было Немного интригующе Не так страшно Но все-таки Ты никогда не знал Из какой дыры На этот раз Вылезет некроморф Поэтому Нельзя было сказать О Я зашел в комнату Там две вентиляции Значит оттуда На меня пойдут враги Нет В принципе Оттуда никто Не мог вылезти И это было хорошо То что ты не знал В какой момент Откуда на тебя Нападут враги В третьей же части Ты заранее знаешь Откуда И даже В каком количестве Иногда на тебя Будут нападать враги Если не брать В расчет Одинаковые уровни Про которые я уже говорил То практически всегда Если есть в комнате Вентиляция Значит оттуда Попрут враги А разница лишь в том Что какие враги Это попрут Таким образом Эффект неожиданности Абсолютно теряется И это превращается В обычный шутер И все таки Главный упор На который делали Разработчики В этой игре Это кооперативный режим Собственно Режим В котором я проходил Эту игру И я думаю То что если бы Не кооператив То я бы наверное Даже не выдержал До конца Потому что Продолжительность Этой игры Намного длиннее Чем первой и второй части В отличии от Семи восьми часов Это более Тринадцати часов Занимает прохождение Третьей части Дэдспейса Естественно Мы выполняли Какие-то побочные квесты Если их отбросить То можно Скинуть полтора часа Максимум два И таким образом Десять часов Я думаю То что в одиночку Проходить Третий Дэдспейс На протяжении Десяти часов Наскучит Любому человеку Учитывая все те Недостатки Которые я описал Неинтересный геймплей Сам по себе Кооператив Тоже ничем Не примечателен Взаимодействие Игроков Друг с другом Практически Минимальное Как правило Он сводится К тому Что оба игрока Одновременно Должны Сжать кнопку Е И Все Все остальные Аспекты Ничем не отличаются От синглплеера Некоторые Головоломки Решаются Вдвоем Но они Точно так же Могут решаться И в одиночку Это будет Даже интереснее Пожалуй Глюков Второго игрока На который Я так надеялся И из-за которых Собственно Я и начал играть За Джона Карвера А не за Айзека Их просто Нет А то что есть Они Так слабо Представлены То что Не дают Проникнуться Какой-то Симпатии К персонажу Или антипатии Да Известно что он Был плохим отцом Что-то там С семьей Его семью Убили При этом он Сам чуть не погиб Он Чуть ли не бил Своих детей И К чему это К чему все это вели И если уж говорить о том Что они слили Главного героя То естественно Второстепенный Который как бы тоже главный Но все-таки Второстепенный Герой Джон Карвер Он Получился совершенно Неинтересным И я эти 13 часов Высидел Только благодаря Своему напарнику С которым проходил игру Потому что Вдвоем Как говорится Всегда веселей Пока они начинают Глючить сервера Ориджин И мы не можем найти Друг друга Не можем присоединиться К игре Идут постоянные Взбои Соединения Иногда выкидывает Из игры Абсолютно дебильная Система Голосового чата В игре То что отключить его Можно только При пересоздании Уровня Потому что Если я подключусь К нему Посреди уровня И он Мы будем сидеть На скайпе То Эта система Не будет работать И мы будем Слышать Своё эхо Друг друга И Качество Просто отвратительное Поэтому скайпу Она не заменяет Поэтому Если кто-то вылетел То придется Выходить Обоим И заново Создавать Игру Чтобы Выключить Функцию Голосового чата И в результате Чего Перепроходить Некоторые места Иногда 10 Иногда 20 Даже Минут Длиной Без сейвов Это тоже Довольно Раздражительный Момент Потому что Сервера Ориджин Не так стабильный Как хотелось бы И вот Чего я точно Не понимаю Так это Того Что В третьей части Разработчики Решили убрать Мультиплеер Во второй части Он был Да Это была Не главная Часть игры Но он был Можно было Посидеть В нем Пару вечеров Побить Некроморфами Людей Или людьми Некроморфов Это было Весело Забавно Посмотреть карты Как-то Поиграться В него Но В третьей Части они Решили оставить Только кооператив И мне это Абсолютно Непонятно Учитывая Цену игры Я хотел бы Получить Мультиплеер Как минимум Но А разработчики Решили просто Забить И сделать Один Кооператив Ну вот Собственно Я и рассказал Своё мнение Об этой игре О том Что После того Как мне сильно Понравилась Вторая часть После первой Какой Огромный Скачок Она сделала В плане Качества И Интереса Я ожидал Третьей части Наверное Намного Большего Чем То Что Она Предоставила Нам Я не говорю Что это Худшая Игра Года Нет Alliance С И Третьей Плюнуть В этом Плане Но То Что Это Лично Для меня Главное Разочарование Года Это Я Заявляю Вам С уверенностью Несмотря на то Что Год только Начался Но Dead Space 3 Это Одна из Немногих Игр Которые Я Действительно Ждал Я не думаю Что Crysis 3 Или Tomb Raider Так сильно Меня Разочарует То Что Я Назову Играми Худше Чем Dead Space 3 Так что Несмотря на то Что Это Только Второй Месяц 2013 Года Для меня Номинация Главное Разочарование Года Уже Забита Все Что Я хочу Сказать Это То Что Если У вас Есть Лишние 900 Рублей И Вы Знаете То Что У вас Есть Друг У Которого Тоже Есть Лишние 900 Рублей И Вы Очень Хотите Поиграть В Кооперативе То Пожалуй Тогда Вам Стоит Купить Эту Игру И Поиграть В Кооперативе Потому Что На Пиратках Это Сделать Не Получится Но Если Вы Хотите Играть В Нее Один То Лучше Скачайте С Торрентов Потому Что Она Не Стоит Своих Денег И Проходить Ее Следует Разве Что Для Общего Развития И То Если Она Вам Понравится Хотя Лично Мне Было Скучно В Ее Одному Играть Пожалуй Я Рассказал Все Что Думаю Об Этой Игре Это Мой Первый Задолго Время Обзор Обычно Я Занимаюсь Летсплеями Если Вы Хотите Можете Зайти На Мой Канал Посмотреть Подписаться Если Вам Понравится Понаставить Лайка Включая Это Видео И Вступить В Им Покупать Дедспейс 3 А С Вами Был Сет До Свидания